друженьки всем по привету сегодня рассмотрим с вами китайские мотоциклы в подклассе soft enduro я вам покажу те модели которые интересны лично мне которые по моему личному мнению достойны внимания попробуем разобраться какой мотоцикл лучше выбрать в зависимости от роста человека и поставленных перед мотоциклом задач это мое личное мнение она может не совпадать с вашим это нормально но кому интересно располагайтесь поудобнее я начинаю сначала рассмотрим мотоциклы которые подойдут для людей с невысоким ростом приблизительно от метр шестидесяти пяти до метр семидесяти восьми первый мотоцикл новинка этого года во всяком случае в украине но странах азии он продается уже два или три года я когда-то наблюдал его на просторах интернета меня заинтересовал этот мотоцикл показался достаточно интересным и когда он появился в украине мне очень сильно захотелось на нем посидеть его протестировать но к сожалению пока не получилось поэтому будем смотреть все это дело по картинкам внешний вид мотоцикла действительно необычен смесь бульдога с носорогом передняя фара вместе с крылом лично мне напоминает honda fmx 150 только на таки не более современно это все выглядит задняя же часть копирована с yamaha tennery 660 высота по седлу заявлено 860 миллиметров снаряженная масса опять же заявлено 144 килограмма принципе мотоцикл не сильно высокий но и наверное сильно низким тоже не подойдет это что-то вот средняя где-то на рост метр семьдесят метров семьдесят восемь где-то приблизительно так мотор фирмы lonsen 166 fm и r e 250 в общем всем известный наверное уже мотор достаточно неплохой надежный шестиступенчатая коробка передач воздушно-масляное охлаждение много рассказывать о нем смысла нет тем более что я уже немало рассказал про этот мотор в предыдущих видео мотоцикл завода комплектуется защитной клеткой в общем выполнено интересно надо конечно посмотреть живую что она там защищает но по фотографиям внушает доверие сама клетка вот этот вот крошпед который далеко вынесен по бокам мотоцикла он может сыграть злую шутку потому что при падении в движении если не дай бог этот крошпед зароется в грунт или попадет в какую-то ямку то это будет дополнительный большой рычаг который может вырвать все что вырывается на этом мотоцикле поэтому я бы его наверно спилил хотя с другой стороны очень удобно ставить ноги если едешь где-то в дальниках чтобы немножко расслабиться переднее колесо мотоцикла имеет 17 дюймов дисковые тормоза двухпоршневой суппорт заднее колесо тоже на 17 дюймов дисковый тормоз как и впереди 1 поршневой суппорт армированный шланг судя по фотографии задняя звезда на 42 зуба маятник естественно металлический железный передняя звездочка на 13 зубов приводная цепь такая же как стоит на кови про необычные ступицы точно такие же кстати ступицы стоят на ка т2 во всяком случае на том мотоцикле на котором я ездил они были точно такие же на мотоцикле есть защита картера металлическая ну со стороны внушает доверие возможно будет неплохо защищать также у мотоцикла есть багажник что тоже очень неплохо бак на 14 литров заявлено со средним расходом приблизительно 4 литра на сотню на этом баке можно проехать 350 километров тоже достаточно неплохой показатель приборная панель не совсем обычная но есть уровень топлива есть тахометр есть спидометр есть включенная передача нейтралка свет поворотники в принципе все понятно но есть один вопрос как далеко она спрятана от глаз водителя и будет ли удобно начитаться но опять же это нужно проверять сидя на мотоцикле судя по фотографии мотоцикл оснащен сигнализацией его можно с пульта заводить на расстоянии надо она или нет я не знаю на своем мотоцикле я это отключил но и кому интересно можете посмотреть полные технические характеристики я скопировал сайта поставщика в общем и целом мотоцикл достаточно интересный мне он нравится необычный внешний вид такая вот изюминка какая-то в нем есть многие из вас достаточно часто задавали вопрос на каком из мотоциклов будет удобнее всего ездить со вторым номером вот пожалуйста один из вариантов следующий мотоцикл моем списке это геон скрэмблер 250 он еще ниже по седлу 820 миллиметров заявлено во всяком случае внешне он кажется менее массивным более раздетый мотоцикл но в то же время заявлено 135 килограмм сухого веса 12 с половиной литров бак соответственно его снаряженная масса будет приблизительно 140 7 148 килограмм что немножко странновато если честно 17 дюймовые колеса дисковые тормоза в общем все практически то же самое выхлопная правда система из нержавейки полностью что очень неплохо задняя подвеска без прогрессии мотор стоит тот же самый что и на текине но есть интересный момент заявленная мощность 18 лошадиных сил при 8 с половиной тысяч оборотов и крутящий момент 18 нет он метров при 6 тысячах оборотов в то время как у текина заявлено 17 лошадиных сил при 7 с половиной тысячах оборотов крутящий момент 17 9 при 6 тысячах оборотов то есть по лошадиным силам у текина меньше и крутится он тоже меньше аж на тысячу оборотов где здесь собака порылась я не знаю мотоцикл с таким же мотором больше восьми тысяч оборотов в минуту не крутится на шестой передаче внешний вид мотоцикла в общем-то прикольный такой стиль минимализма полностью светодиодная фара светодиодный стоп также этот мотоцикл встречался с поднятым передним крылом типа кросс тоже неплохо смотрелся правда там вроде всего несколько штук их было случайно попалась коробках насколько я помню приборная панель тоже очень интересно выглядит такая яркая нарядная в принципе очень информативная к сожалению на этом мотоцикле тоже не катался поэтому по удобству и управляемости ничего сказать не могу но если судить по фотографиям то этот мотоцикл тоже подойдет для людей с невысоким ростом до метр семьдесяти восьми также судя по фотографиям на нем должно быть удобно ездить с пассажиром первым двум мотоциклам нужны дороги любого качества но все-таки дороги в откровенное бездорожье я бы на них не совался следующий мотоцикл из моего списка самый низкий по седлу 805 миллиметров и самый легкий снаряженная масса всего 124 килограмма это хоть и не точная но все-таки копия японского мотоцикла yamaha tracker 250 такой мотоцикл есть у моего товарища поэтому в отличие от двух предыдущих на этом мотоцикле мне удалось покататься естественно что с моим весом 100 килограмм экипировки и ростом метр восемьдесят я на нем смотрелся достаточно смешно со стороны мне очень сильно удивило то что садясь на мотоцикл я не ощутил никакого дискомфорта мне было удобно сидеть в общем был очень приятно удивлен этим мотоцикл переднее колесо 19 обод алюминиевый дисковые тормоза двух поршневой суппорт вилка не перевертыш но работает кстати достаточно неплохо заднее колесо на 16 дюймов тоже алюминиевый обод дисковый тормоз однопоршневой суппорт формированный задний шланг тормозной задний маятник стальной очень удобно и кстати эксцентрики для натяжения цепи задняя звездочка на 38 зубов кстати такая же самая звезда как стоит на моем кове то есть с аленблоками передняя звездочка на 13 зубов по двигателю мотор 172 fm с баланс валом в принципе это продолжение мотора 169 fm максимальная мощность 19 лошадиных сил при 7000 оборотов и максимальный крутящий момент 19 с половиной ньютон метров при 6 тысячах оборотов система питания карбюратор прошлая версия была инжекторная но по некоторым причинам от нее отказались поэтому сейчас комплектуется именно карбюратором выпускная система полностью из нержавеющей стали приборная панель без излишеств простецкая аналоговая привод спидометра тросиком в общем ничего здесь такого навороченного нету но основная информация в принципе вся доступна полные технические характеристики этого мотоцикла из копировал сайта продавца кому интересно можете посмотреть по моему мнению мотоцикл недооцененный на самом деле он достаточно интересный подойдет людям с невысоким ростом также девушкам подойдет очень неплохо он легкий он маневренный хорошо управляется очень классная эргономика как я уже говорил кстати в китае этот мотоцикл очень полюбили на него много тюнинг на таобао есть увеличенные баки багажные системы дуги и крошпеды и так далее этот мотоцикл пользуется популярностью именно в китае сейчас я вам показываю фотографии с сайта таобао по некоторым плюшкам которые можно купить на этот мотоцикл у китайцев шинерай 6c этот мотоцикл наверное многим знаком он пользуется спросом и скорее всего его можно назвать народным мотоциклом много о нем наверное рассказывать нету смысла информации так очень много но некоторые параметры повыдергиваю сейчас из контекста основное попытаюсь вам передать высота по седлу 860 миллиметров заявлено снаряженная масса 134 килограмма опять же по заявлению продавца мотор уже 172 фмм с 20 года такой же самый мотор как и на тракере в принципе полноценная 250 к заявлено максимальная мощность 19 8 лошадиных сил при семи с половиной тысячах оборотов и максимальный крутящий момент 20 и 2 метон метра при пяти с половиной тысячах оборотов коробка передач пятиступенчатая объем бензобака заявлено 13 литров и расход топлива 3 8 литра на 100 километров плюс-минус хода передней и задней подвески у него по 18 сантиметров по 180 миллиметров в принципе этот мотоцикл можно смело уже относить под классу soft enduro мотоцикл неплохой мотоцикл позволяет уже нормально ездить по бездорожью в общем-то универсальной не зря он многим пришелся по вкусу и до сих пор пользуется популярность тоже подходит для людей с ростом до метр семьдесят и восьми с метр восемьдесят уже на нем совершенно не комфортно но в любом случае нужно примеряться к мотоциклу перед покупкой на этом мотоцикле уже можно ездить где угодно как угодно можно уже пытаться штурмовать без дорожья но без спортивных амбиций технические характеристики мотоцикла перед вами можете посмотреть через паузу дальше покажу вам пару-тройку soft enduro для людей с ростом метр восемьдесят и выше skybike crx 250 особо сказать в этом мотоцикле нечего потому что я его вживую не видел тем более я на нем не катался но смотрел обзоры также читал кое-какую информацию высота по седлу 880 миллиметров подойдет людям с ростом от метр семьдесят и восьми примерно бак на шесть с половиной литра всего лишь вес 110 килограмм колесная формула 2118 оба тормоза дисковые стальная рама стальной маятник задний амортизатор работает через систему pralink двигатель фирмы zonction 169 fm с рабочим объемом 223 кубических сантиметра номинальная мощность 16 4 лошадиные силы в общем среднестатистический soft enduro в облике харда информации мало неизвестны хода подвесок неизвестен крутящий момент при каких оборотах он выдает неизвестно при каких оборотах выдает максимальную мощность 16 4 лошадиные силы тем не менее несмотря на малую мощность мотоцикл подкупает своим весом 110 килограмм если это правдивая информация если это снаряженная масса мотоцикла то это очень интересный дырчик за небольшие деньги для начинающих основное предназначение этого мотоцикла по катушке вокруг дачи по лесу по плохим каким-то убитым дорогам и вне дорог skybike лигер 250 я его еще помню когда он назывался чинчи дракон супер мото версии и чинчи мотодор в эндуро версии потом его переименовали на это не суть важно появился этот мотоцикл приблизительно в десятом году плюс-минус я уже точно не помню это была первая китайская воздушная одностволка у которой было 250 кубиков несмотря на то что это был достаточно качественный продукт для того времени мотоцикл не приобрел популярности среди эндуристов скорее всего сыграла цена потому что на то время он стоил гораздо больше чем 2000 долларов и многих это отпугнуло тем не менее мотоцикл интересный мотор собирался по лицензии suzuki по моему серии dr и в общем качество самого мотоцикла достаточно высокая во всяком случае 10 назад это было именно так масляный радиатор вся выпускная система из нержавеющей стали алюминиевые обода но подвески нерегулируемые и приборная панель самая простецкая высота по седлу 120 миллиметров мотоцикл высокий сухая масса 137 килограмм емкость топливного бака 10 и 6 литров то есть снаряженная масса мотоцикла почти 150 килограмм максимальная мощность 15 и 4 киловатта при 7 с половиной тысячи оборотов приблизительно 21 лошадиная сила максимальный крутящий момент 19 с половиной нет он метров при 6000 оборотов вполне добротный мотоцикл на каждый день для любых дорог и направлений лонсин он же лонкин он же лонсин 250 sx2 этот мотоцикл является моим личным фаворитом среди недорогих китайских софт эндуро для людей ростом 180 плюс и сейчас объясню почему sx2 хоть и не точная но все таки копия honda crf 250l благодаря этому у него неплохая развесовка и отличный эргономик на нем очень удобно ездить как в стойке так и сидя он великолепно управляется как для китайского мотоцикла и у него энергоемкие подвески приблизительно по 24 сантиметра хода 240 миллиметров и вперед и зад несмотря на его большой вес порядка 150 плюс килограмм и на слабый мотор около 18 лошадиных сил на этом мотоцикле очень приятно ездить особенно по пересеченной местности исходя из всего вышесказанного на сегодняшний день я просто не вижу ему конкурента среди мотоциклов софт эндуро по цене до 1800 долларов мотор 166 fm или r e 250 точно такой же как на текине 250 и на скрэмблере 250 от геон и немножко цифр от поставщика 910 миллиметров высота по седлу сухой вес 150 плюс минус 10 это из разряда догадайся сам номинальная мощность 17 2 лошадиные силы при 8 с половиной тысячах оборотов информация про крутящий момент отсутствует потому что у мотоцикла нету тахометра наверное решили что людям эта информация будет лишний бак на 9 литров у всех этих мотоциклов с моторами 166 fm 169 fm 172 fm расход топлива в спокойном режиме приблизительно одинаковый и составляет примерно от 4 литров на 100 километров смешанном режиме и от 3 литров при движении по трассе если же бодро крутить моторы то они могут сожрать и больше пяти литров на сотню скорость у мотоциклов с этими моторами тоже приблизительно одинаково 90 плюс минус 5 крейсерская скорость и 120 плюс минус 5 максимальная скорость все что выше это от лукавого два последних soft enduro из моего списка это мотоциклы с четырехклапанными полносильными моторами водяного охлаждения шины ray x y 250 j y 2b в украине более известный как геон твинкам 250 это я к тому что твинкам не ноу-нейм продукт а вполне себе заводской мотоцикл и второй мотоцикл lx 300 j y s x 2 про оба мотоцикла полноразмерные поэтому больше подойдут людям с высоким ростом метр восемьдесят плюс несмотря на то что мотоциклы очень похожи между собой тем не менее у них есть свои плюсы и минус и конечно же у них есть отличие лось 300 910 миллиметров по седлу колесная база 1470 миллиметров то есть полноразмерный мотоцикл и достаточно высокий внешне он очень сильно напоминает honda crf l но рама здесь более массивная и выполненные стали маятник тоже стальной поэтому в общем мотоцикл имеет достаточно большой вес около 160 килограмм колесная формула 2118 подвески простецкий нерегулируемые мелкие неровности отрабатывают не очень хорошо но в общем достаточно мягкий комфортно хода подвесок приблизительно 24 сантиметра или 240 миллиметров кому как удобнее в общем и целом лось 300 отличается от лося 250 только мотором все остальное осталось прежним мотор двух распредвальный четырех клапанной с водяным охлаждением объем 292 и 4 кубических сантиметра максимальная мощность 29 лошадиных сил заявлено при 8 с половиной тысячах оборотов у меня есть информация о том что в этом моторе 26 лошадиных сил но это не особо важно коробка шестиступенчатая крейсерская скорость этого мотоцикла 105 плюс минус 5 километров в час максимальная скорость 135 плюс минус 5 километров в час хотя есть люди которые утверждают что держали крейсерскую скорость 130 километров в час и развивали максимальную скорость 155 километров в час мне удалось покататься немножко на этом мотоцикле в общем и целом он мне понравился неплохой достаточно комфортный мотоцикл на каждый день гион twin cam высота по седлу 920 миллиметров колесная база 1460 миллиметров в принципе такой же высокий и полноразмерный мотоцикл как и лось 300 рама здесь менее массивная стальная маятник алюминиевый прогрессия отсутствует благодаря всему этому мотоцикл весит почти на 20 килограмм легче чем лось 300 но баку twin cam она один литр больше колесная формула 2118 обода во всяком случае в первых партиях были не особо крепкие и очень многих они гнулись вроде как новых партиях обода усилили но достоверной информации я не владею подвески заявленные как фастейс и они регулируемые и передние и задние но многие жалуются на то что подвески очень жесткие особенно на бездорожье зато он хорошо входит в повороты неплохо держит трассу его не раскачивает на высоких скоростях поэтому я думаю что он был бы более интересен версии супер мото в отличие от лася 300 у twin cam вся выпускная система из нержавеющей стали мотору twin cam тоже двух распредвальный четырехклапанный жидкостным охлаждением на сегодняшний день есть две версии этого мотоцикла новая версия x старая версия р версия x для бездорожья с 5 ступенчатой коробкой передач и р версия больше для дорог общего пользования 6 ступенчатой коробкой передач основные параметры рабочий объем 249 кубических сантиметров максимальная мощность 26 лошадиных сил при восьми с половиной тысячах оборотов максимальный крутящий момент 24 ньютон метра при шести тысячах оборотов сухой вес заявлен 130 килограмм объем бака 10 литров над винками мне тоже удалось покататься в общем мотоцикл понравился но он действительно жестковатый лось в этом плане помягче и покомфортнее всем спасибо за внимание всем пока до новых встреч и